Отлично. Пришло время закатать рукава и замарать руки. Давайте познакомимся с основными Linux-командами. Однако, сначала я хочу, чтобы вы кое-что запомнили. Linux — это система, чувствительная к регистру. И если мы, например, напишем слово «пассворт» и используем заглавную «пи», то это отличается от ситуации, когда мы используем прописную «пи». К сожалению, я встречал такие случаи в обучающих видео, где инструкторы пытались получить доступ к файлам с помощью команд, и при этом они неправильно использовали заглавные буквы, и удивлялись прямо на видео, почему команда не работает. Не могу поверить, что инструкторы могут так ошибаться. Прошу вас быть внимательным. Если вы новичок в Linux, то вам простительны такие ошибки. А если вы инструктор, то не очень. К сожалению, получение доступа к файлам в Linux сложнее, чем на Windows. Например, если файл называется «тест» заглавной «ти», и вы хотите получить доступ к этому файлу, используя прописную «ти», то это не сработает. Теперь, когда мы разобрались с этим моментом, перед вами текущие цели. Мы научимся перемещаться по файловой системе. Изменять директории и переходить из одной директории в другую. Мы научимся создавать файлы и директории. Затем мы научимся отображать содержимое этих файлов и директорий. И последнее, но не по важности, мы научимся копировать, перемещать и удалять эти файлы и директории. Есть пара моментов, о которых нужно помнить при работе с командами в Linux. У команд есть определенная структура. Она состоит из двух элементов — опции и аргументы. Опции изменяют поведение команды. Как правило, это буквы, перед которыми идет минус. Можно использовать несколько опций в одной команде. Например, команда ls отображает содержимое директории. Не волнуйтесь, позже мы увидим, как все работает. Сама по себе команда ls работает определенным образом. А если мы напишем, например, ls-h или минус-минус-хелп, то увидим совсем другой результат. В этом случае минус-h, минус-say и так далее. Это опции. Также нужно принять во внимание, что помимо опций у команд есть аргументы. Как правило, аргументы — это дополнительная информация, которая указывает команде, с чем работать. Например, если использовать команду ls без аргументов, то команда отобразит содержимое текущей директории. И если я нахожусь в директории documents и выполню ls, то увижу содержимое директории documents. Однако, если я укажу, например, ls-desktop, то увижу содержимое директории desktop. В данном случае, desktop — это аргумент команды. Пример, который вы видите, ls-l слэш-desktop. Минус-л — это опция, которая изменяет способ отображения содержимого директории desktop, которая является аргументом. Повторюсь, если сейчас вам это непонятно, не волнуйтесь. Мы рассмотрим огромное количество примеров, и я обещаю, что скоро для вас это будет очень легко. Итак, какие основные команды мы рассмотрим в ближайших нескольких видео? pwd — означает «отобразить рабочую директорию». cd — «сменить директорию». mkdir — «создать директорию». touch используется для создания файла. ls используется, чтобы отобразить содержимое директории. Также мы будем использовать команду cut, которая конкатенирует и отображает файлы. Команду less, которая также отображает содержимое файлов, но по-другому. head-n, где n — это цифра, например, head-10, head-50. Эта команда отображает строки файла, а n — это количество строк. По умолчанию это 10. И если я, например, выполню head-file.txt, то увижу первые 10 строк этого txt файла. tail отображает последние 10 или 50 строк файла, или столько, сколько вы укажете вместо n. tail-f будет обновлять информацию по мере появления новых строк в файле. Если файл изменяется в тот момент, когда я на него смотрю, я могу использовать tail-f. Команда cp копирует файл, mv перемещает или переименовывает файл. А с помощью команд rm и rmdir мы можем удалить файл и или директорию. Перевод озвучка для клуба складчик.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok